Как считаешь, нормально, когда при счёте 1-8 в первой игре, один из комментаторов говорит, что 8 киллов ничего не значит, насколько это профессионально? Я не знаю, чел, чё ты... Вот, знаешь, я на днях, сегодня, может, или вчера, прочитал классную, классную мысль. Задумайся об этом, задумайся. Вот, серьёзно, люди, которые смотрят доту, и, если что, их 90%, это люди, которые либо в неё не играют вообще, ну, когда-то играли, а сейчас не играют, хотя есть те, кто вообще не играет, да? Либо те, кто играют, но очень слабо, вот. Ну, блин, просто там, нон-ранкет, у него 1К рейтинг, у него там 200 часов наигранная, там, ну, 500 часов, это очень мало для доты, естественно, да? И вот эти люди, они смотрят себе прекрасно, там, Каспера, там, Вилата, там, Гудханта и прочих других, которые играют в доту, ну, реально плохо, потому что... Потому что это не их задача, они комментаторы доты, они игроки. Если бы они были игроками в доту, они бы играли на турнирах, да, но они комментаторы, потому что они практикуются в этом. В том, как говорить, да, в том, чтобы не ошибаться, не оговариваться, голос там, смолос. Короче, практикуются как комментаторы. И вот эти люди, которые, которых большинство, и они смотрят, они сидят и кайфуют, потому что Вилат прикольно заливает тебе в уши, он в игре не понимает, а ему оно надо, что ли? А зрителям оно надо, но никому это не надо. Но есть, вот, процентов 10, наверное, людей, это какие-то, какие-то странные люди. Они целыми днями сидят, зачем-то играют в доту, типа, а потом приходят на трансляцию и такие... Сука, да он механику не знает! Да какая, блядь, разница, знает он или не знает, как это вообще... Кого это ебёт-то, кроме тебя-то, что он не знает? Да похрену всем! Он сидит, комментирует, делает это весело, задорно, шуточки какие-то там, то-сё, типа, какие-то истории рассказывает параллельно про эти команды или про что-то. Всем доставляет, но ты, блин, сидишь и... А-а-а-а! 8 фрагов! Да это ж ГГ! А он говорит, что не влияет! Просто Вилат в доте не понимает таких же простых вещей, как офсайт футболе. Да в доте нет простых вещей, чел. Простые вещи на 2к рейтинга, простые вещи, где, типа, есть дефолтные герои, дефолтные сборки, дефолтные действия, никто ничего не делает. В доте нет простых вещей. Не буду называть ники, чтобы никого не обидеть. Ну, есть среди комментаторов Челы, которые начинают загоняться По какой-то такой нелепой хуйне Типа Так, а он вот фармит Иул Ну, предположим, он фармил Иул Слушай А если, короче говоря, на границе Арены Поднять себя в Иул То она тебя оттолкнет Или нет? Я просто помню, мы тестили Чё-то такое Но оно чё-то я не помню Там, может, меняли, не меняли Бля Эээ Ну, вот чё-то такое Я хуй знаю, зачем люди это делают Задача просто говорить то, что в игре происходит Человек смотрит И просто, ну, как бы, кто-то слушает, понимаете? Очень много людей слушают Они сидят, слушают Они даже не смотрят Типа Они где-то там в Альтабе Трансляция идёт И они её разворачивают Когда там какой-то эпик Ну, типа, Вилат начинает орать А, это будет 2-5-5 Аааааааааа!!! Вот это вот Миракл, миракл И они разворачивают Чё там блять? Какая драка? Нихуя себе чё происходит Вилат орёт Вот А в остальном они просто сидят и слушают Им нахер это всё не Не нужно, чтобы Как какой-то Какой-то говни разговаривали Каких-то механика глубоких И так далее Чё вы хотите вообще? Я не понимаю Я сижу Вот последнее время Последнее время сижу Смотрю трансляции И по большому счету от большинства Я вполне себе доволен Бывает изредка Где вот комментаторы как раз занимаются Какой-то такой вот невнятной поебистикой на мой вкус И я такой думаю, да ёпт Чел, да завали, ну рассказывай, что в игре Я не хочу знать, что ты там тестил И как работает арена Да всем насрать, как она работает Не так в доту выигрывают Не потому что кто-то знает досконально, как всё работает Игроки сами не знают досконально, как всё работает В доту выигрывают, потому что Ну как бы Кто-то типа на кураже побежал Бам-бам, драчка, пух-пух Бах-бах, типа красиво И Вилат орёт, вот, всё что нужно Ну, будем откровенны Вилат, когда он начинал комментить Это был ужасный комментатор Просто других не было, да Но он был первый Первый ужасный комментатор, как бы Вот, но справедливости ради-то надо сказать Что Вилат нереально сильно поднялся Он работал над собой Ну как бы, он реально работал Над тем, чтобы круто комментировать Ну, он это делал Путём того, что Смотрел Ну, он очень любит спорт Он смотрит спортивные трансляции Смотрит, как там это сделано А там у людей опыт нереальный, да Ну и просто, как бы, многое перенял оттуда И действительно Вы знаете, вот задумайтесь о том Что Вилат Нихрена в Доту не играет Вообще И никогда в неё играть не умел Ну, как бы, ну, типа Никогда он не умел играть в Доту Он играл в неё как любитель и всё Но при этом он до сих пор комментирует Лучше всех, наверное, в СНГ Хотя он ничего не понимает, блин Он толком не понимает, что на экране происходит Ну, в плане механик каких-то, да Вот Он просто знает, как это всё работает и всё Потому что в этом-то скилл комментатора И поэтому Вилат-то и охуенный Что он умеет комментировать Он, эй, ему нахер остальное не надо А зачем? Я это прекрасно понимаю И Вилат, как бы, это Пример для всех комментаторов Надо брать пример с него Тебе не надо, блин, тратить По 10 часов в день играть в Доту Зачем-то? Зачем? Трать 10 часов в день, чтобы понимать Как это донести Как выглядеть в кадре хорошо Как говорить хорошо О чём говорить О чём в паузах говорить С чего начинать эфир Чем продолжать эфир Чем заканчивать эфир Как доносить информацию И так далее Вот на что должен комментатор время тратить И... И все будут тогда офигенными Но некоторые люди думают, что им надо в Доту играть Зачем-то? Зачем? Чел, только нервы под это как-то её отфарма Ну, блин, чел Ты на самом деле Вот тоже знаешь Хорошо там, где нас нет Что называется, да? Часто люди Приводят в пример Англоязычные трансляции О, как же там всё охрененно Притом они, естественно, сами их практически не смотрят Англоязычные языки не знают Но там охрененно Ну, а как у них может быть не охрененно? Вот там! Там охрененно Так вот Ну, это я просто так сказал К чему я это вообще говорю? Поясню В Америке Ну, короче Официальный язык всех англоязычных трансляций Естественно, английский, да? Вот И на англоязычном стриме Когда у них идёт трансляция На Компе Тернешнале Там у них могут быть Ребята на англоязычной трансляции Из, ну, не знаю Франции Из, там, Кореи Там, может быть, из какой-то Малайзии Там Из Южной Америки Откуда Разные И, естественно, вот этот вот родной язык английский Native language, так сказать, да? На котором люди разговаривают Он у них Ну, английский Он у американцев там Ну, там, у англичан Там У ещё кого-то Там у канадцы там какие-то Хотя у них французский, английский Ну, короче, вы поняли Вот у кого-то Он есть А вот у кого-то он нет Например, какой-то марч придёт Кореец У него Native language Корейский Он по-английски Говорит Ну, говорит Ну, не очень Не супер круто Не мега круто Он там, знаешь, поэму На английском Написать не сможет Он там Словарный запас У него не миллиард слов Он что-то может забыть Плюс у него акцент И вот такой человек Да У них спокойно сидит себе В студии аналитики И что-то там разговаривает И никого это не парит Потому что это наоборот Прикольно Это некоторый такой колорит А, да И вот Ну, это постоянно Можно Ну, типа Ты слушаешь эту Эту Английскую трансляцию И там вот сидят люди С таким прям Жёстким акцентом Который Ну, прям вообще Он прям такой акцент Что прям сложно порой Даже что-то понять Мне Ну, как человеку Который тоже английский И прям, скажем Знает Не на тысячу процентов Вот И у них это всё нормально А у нас Ой, Вилат даже русского не знает Ну, здесь не знает Ну, типа Ой, Вилат украинец У него есть свой язык Вот Он говорит на русском Но где-то у него там Проскакивает, может быть Какой-то акцент Или какие-то там словечки Да, видоизмененные Порой Хотя очень редко Ну, типа Потому что он и русский знает Прекрасно Вот Так и что в этом плохого? Ну, это такой вот колорит А он украинец У него украинский язык Типа Говорю В мире это, блядь, никого не парит. Но у нас, ска, Ай, Вилэт! Русский не знает! Марч пятнадцать лет ведет трансляции на английском. Пример мимо банально за построение фраз выиграть ликвид. Надо бить тапком по лицу. Чел, да какой нахер пример мимо? Чувак, ты... Если ты считаешь Марча неудачным примером, то что тогда у меня нет другого примера? Ну и Тёрнал-Энви Вот мой пример Человек, который говорит на английском так, что Я вообще не понимаю, ни одного слова Ни одного слова не понимаю Он просто что-то там жует Типа, как будто бы у него во рту Это Блок жвачки, он что-то там говорит У него просто какой-то акцент нереальный Я вообще не понимаю, но он тем не менее Там находился у них где-то там, да, в студиях аналитики И так далее Вот И если что, Марча мне тоже тяжеловато понимать Потому что у него тоже акцент А я вот как человек, который Ну, типа, то есть Ты должен хорошо знать язык Чтобы, ну, в любом акцент Ну, любой акцент как бы понять